В эфире «Радио Свобода» программа «С христианской точки зрения». У нас в гостях православный и писатель Александр Иванович Зорин, который не первый раз в гостях у нашей программы, но первый раз в единственном числе. Обычно он приходит со своей лучшей половиной, а иногда еще с кучей народу, но сегодня я все-таки рад видеть его в цельности. И коль уж у нас Александр Иванович цельный, одной персоной, я напомню слушателям, думаю, что многие из них знают, по крайней мере, биографию отца Александра Миня «Ангел чернорабочий». Биография эссе, небольшая книжка, которая написана Александру Ивановичу уже лет, страшно сказать, 15 назад. И, на мой взгляд, является одной из лучших книг об отце Александре. Не потому что Александр Иванович знал его очень и очень долго, а потому что, как показывает опыт, вот если у человека есть писательский талант и опыт, то это дает себя знать. Я бы сказал, что среди других мемуаров об отце Александре выдаются как раз книги профессиональных литераторов, как Владимир Леви и Владимира Файнберга. Но сегодня я бы предложил говорить не столько об отце Александре. Программа выходит в довольно странный такой период. Вот было латинское выражение о сумерках между волком и собакой. А бывает в жизни каждого жителя Российской Федерации странное время между одним Рождеством и вторым Рождеством. Довольно часто говорят одно новостильное, другое по старому стилю, одно западное, другое российское. Это неверно, потому что это, конечно, не новый стиль и старый стиль. То, что мы называем старым стилем, это тоже новый стиль, настоящий старый стиль, по которому следовало бы праздновать Рождество по лунному календарю. Матерь Божия рожала не по солнечному календарю. Так что тогда уж надо возвращаться к палестинским древним временам. Это и не Запад, и Восток, потому что во многих странах Европы предостаточно православных людей, которые справляют Рождество по новому стилю. Напомню, что еще в начале 1920-х годов Константинопольский патриарх, в видении которого находится Западная Европа, перешел именно на новый стиль, так называемый. И с тех пор многие православные церкви живут именно по новому стилю. Не обходятся без конфликтов с энтузиастами старого, но в любом случае есть православные, которые отмечают по новому стилю. В России же главная проблема, что многие люди, которые не ходят в церковь, говорят, буду ходить, когда вы разберетесь друг с другом, когда родился Христос. На это историк жестко отвечает. В Евангелии сказано, что Господь родился ранней весной, потому что если пастухи пасли свои стада уже на лугах, значит, это был как минимум Ниссан, а скорее всего и позже. То есть апрель, ну, конец марта, ну, понятно. Только в IV веке Рождество было соединено в латинской традиции, которая стала позднее византийской, с 25 декабря. И вот здесь вот и начинаются комендарные заморочки. Но Александр Иванович не только писатель великий, но и великий путешественник. Я думаю, что редко кто из патриотов России видел столько России, сколько Александр Иванович Зорин. Потому что и в 90-е годы, и сейчас, занимаясь благотворительностью, занимаясь распространением церковных книг, я думаю, что вы объехали практически всю страну. Так, Александр Иванович? Ну, почти так. Но я не Конюх, только вот, который сейчас очень популярный как путешественник. Во-первых, не Конюхов, а отец Феодор. Потому что он уже рукоположен в депутаты Государственной Думы, и в этом смысле заслуживает такого обращения. Но ведь отец Феодор, если бы и мог проповедовать, то только дельфинам и пингвинам. Это всякий сможет, как говорил святой Франциск, поворачиваясь от птиц к людям. Птицам проповедовать нетрудно. А вот пойдите, проповедуйте людям. Насколько я понимаю, ваше последнее путешествие как раз на Запад, в Польшу. Да, совершенно верно. Так вот, в связи с вопросом, которым я хотел бы посвятить эту программу. Два Рождества. У вас было ощущение, что вы попадаете в страну с принципиально другим отношением к Рождеству? Как это часто говорят, ну вот я помню Валентина Непомнящего, замечательного пушкиниста. Ну, на самом деле, это даже общее место восходящее к славянофилам XIX века, что западные традиции Рождества, празднования, подготовки, ну, не может сравниться с российской православной традицией. А как, на ваш взгляд? Ну, несомненно, вы знаете, это заметно даже на улице, по настроению людей, вот, по их праздничной одежде, по их вдохновенным лицам, я бы сказал, да, по множеству ёлок, ёлочных украшений и так далее, и так далее. Они действительно идут навстречу. И вообще, западные традиции как-то к Рождеству, может быть, даже относятся более значимо, чем к Пасхе. Вот в этом и упрекают. Да. Но, вы знаете, мне приходилось бывать на пасхальных праздниках и на Западе, и даже в Америке. Вот. И я заметил отличия. Но дело в том, что для них Пасха как бы каждое воскресенье. А для нас? Для нас тоже. Но мы как-то особо отмечаем всё-таки и этот день. Хорошо. А можно я в порядке предположений выскажу так? Что то, что в России принимают за большее внимание к Рождеству, на Западе, на самом деле является большим вниманием к семье. Потому что на Пасху европейская семья не съезжается открыто, так родным не пишут и в Америке. А вот на Рождество, уже когда все контакты с человеком потеряны, остаётся всё-таки открытка поздравительная именно на Рождество. Потому что это социальный, социальный контакт. Да, это семья, конечно. Это символ семьи, символ центра семьи. Не случайно вообще такое значение придавалось и художникам европейским этому сюжету. Вот он древний сюжет, и он очень такой, я бы сказал, захватывающий сюжет. Вспомните, Рембрандта. Простая семья, в общем, никаких там элементов священного писания нет, однако святое семейство. Я прошу прощения, а какие элементы в священном писании? Ну, тех же самых валов, понимаете, вот там ещё нет. Там просто люлька в этом. А что священного в быке? Что? Что священного в осле или в быке? Как? Нет, я говорю священное писание. Я имею в виду цитату, как бы цитату из священного писания. Там этого нет. Там просто дана семья, понимаете. Вот так и думаю, что рядовой верующий на Западе относится к семье как к центру, в общем-то, жизни. И в этом центре жизни есть тоже центр, рождающийся человек. Человек, который должен быть воспитан, разумеется, в христианских традициях. Поэтому это первое отличие, мне кажется. А можно я здесь прямо прерву и задам под вопрос? Вспоминается Бернард Шоу, который, когда его попросили уже, как известного писателя, написать текст для рождественской открытки, какое-то издательство делало такую серию. И он написал, дорогие товарищи, конвертс, мы все ненавидим Рождество, но, к счастью, оно бывает один раз в год. Он же был не русский, он не знал, что можно в Россию съездить, в Россию отпраздновать. Вот, поэтому можно потерпеть. А я это к тому, что вот странным делом, когда мы смотрим и читаем какие-то западные книги, ведь там, я надеюсь, что это неправда, но там общее место, что человек не любит своих родителей, не хочет вместе с ними жить. Индивидуалист. Старается поскорее покинуть родительское гнездо. Почему Рождество и приобретает такое значение? Это как бы компенсация за индивидуализм. Ну, может быть и так, да, может быть и так. Но это не только индивидуализм, это все-таки западный человек, он более самостоятельный, и он уже, он быстрее отрывается от этой опеки, понимаете, родственной. Вот, но я думаю, что там еще в этой традиции семейного праздника присутствует именно рождение Христа, понимаете? Рождение Христа, которое имеет отношение к каждому человеку, в каждом сердце он рождается ежегодно. И вот от того, как мы его сохраним в себе, понимаете, и будет его развитие. Вот рождается, и они все понимают, что рождается не только в Церкви Христос, вообще в мире Христос, но и в каждом сердце. Вот, и я думаю, что вот это вот первоначальное присутствие рождения в каждой семье, оно дает силы для понимания того, что Христос вошел в дом, вошел в сердце, и он будет, должен развиваться. Александр Иванович, вы нежный, чудный человек. Да. Я буду груб и рожден. Это всегда. Я как историк скажу, что картины с изображением Рождества, они, конечно, канон возник в античность, в позднюю античность, но вот так, чтобы каждый год десятки и сотни таких картин, это только 15 век. Это Италия, Бельгия, Голландия, то есть это страна развивающегося капитализма. И не только капитализма, но и развивающегося религиозного сознания. Да. И вот, мне кажется, вот что критично. Где-нибудь в 12 веке, хоть в Голландии, хоть в Киеве, хоть в Москве, которая уже была в 12 веке, но такая маленькая, я думаю, Рождество отмечалось примерно одинаково и воспринималось одинаково. И одинаково и говорились проповеди, мы их можем прочесть. А вот, скажем, в 14 веке был такой немецкий проповедник, он жил в Силезии, и его так и называют – Силезский ангел. Территория современной Польши, но немец. Проповедовал в основном, насколько я понимаю, на латыни. И вот то, что вы сейчас описывали, вот это рождение Христа в душе, это ведь его идея, это его мистический опыт. Он это так пережил. И в этом смысле он следовал руслу западной мистики 14 века, когда всё, происшедшее со спасителем, переживается, как происходящее внутри лично тебя. И, насколько я понимаю, в российской православной вообще традиции это развитие не получилось. Считалось, что это слишком гордо. То есть вот это замечательное двустишье Мицкевича 19 века, переложение ангела Силезского, что что толку, что Господь родился в далёком Вифлеемском селе, главное, чтобы он родился в тебе. Оно в России не очень звучало и не очень звучит. Не очень, да. Не очень. Более того, я, может быть, скажу, слишком грубо, но всё-таки я так думаю, поэтому я позволю себе это сказать. Мне кажется, что Христос в России ещё не родился по-настоящему. Понимаете, это, кстати говоря, мысль не моя, а Лескова. У Лескова, во-первых, не у Лескова, а у его героя, отца Саввилепа Горозова. Да, да, у его героя. Во-вторых, не то, что Христос не родился, а что Русь не крещена. Ну, это одно и то же. Нет, она крещена, она не просвещена. Но хорошо, когда говорится, что кто-то не просвещен, то имеется в виду, что он не родился во Христе. Но ведь есть разница, я рождаюсь во Христе или Христос в вами. Да, но всё-таки, понимаете, рождение – это какое-то осознанное, глубокое совершенно состояние, осознанное чувство. Сидят два мужика и рассуждают о родах. По-моему, роды, правда, мы тоже родили, попали детей. Но ведь роды – это бессознательный процесс. Вот идут схватки, идут… Да, это инстинкт, это природа, понятно. Но всё-таки то существо, которое выходит на свет при этом, оно наделено определённым, конечно же, знаком. И вот распознать этот знак, его укоренить, и потом развить из этого знака целую жизнь, я думаю, что ещё в России мы только-только начинаем об этом думать. Вот поэтому и выходит, что западный человек иначе празднует Рождество, потому что он не говорит «Франция ещё не христианская», «Бельгия ещё не христианская», он знает себя, он знает Спасителя. И вот эти сложные отношения. Я родился во Христе, Христос рождается во мне. А как с русским человеком начнёшь говорить, он сразу про всю державу. Все 140 миллионов родились и не родились. Нет, ну, разумеется, не про 140. Ну, почему-то, ну, мы всё-таки… А какое это имеет значение? Вы один на планете? Ну, значит, значение-то имеет. Имеет, поскольку вы обо мне сказали, что я много ездил и видел, я действительно много ездил и видел. Вот, и, скажем, если это было до перестройки, то никакого Рождества не пахло, понимаете, во всех наших углах. Нет, во всех наших российских углах. Да. А сейчас попахивает? А сейчас попахивает немножко. Но всё равно… Но, тем не менее, всё-таки люди… Ведь, в конце концов, развитие сознания – это почти геологический процесс с теми же временными сроками. Я прошу прощения, развитие которого сознания? Религиозного, религиозного сознания. Ну, христианского, скажем. Вашего, президента России, патриарха Кирилла, Манечки Ивановой из прихода. Или есть какое-то общее сознание, и оно развивается? Ну, вы знаете, что всё-таки есть и общее сознание. Есть некая сумма сознаний, которые можно объединить, о которых можно говорить. Да. Не смотрите на меня так скептически. Я пытаюсь увидеть эту сумму сознания. Но чем больше я всматриваюсь, я вижу лично Александра Ивановича Зорина. Да, да, да. Это правильно. Это правда. Но всё-таки… Всё-таки вот меня поразило совершенно. На Западе это такая ненапускная праздничность. Хорошо. Да. Продолжу пытку. Да. Ненапускная праздничность. В России по сей день время перед Рождеством, оно этого всего лишено, и попытки устраивать рождественские базары напротив мэрии в Москве производят довольно жалкое впечатление. Увы. Увы. Всё потому же. Потому что тут чиновник приказал, и чиновники из магазинов приехали, а там едет каждый со своим небольшим товаром, который продаёт. Да. Причём со своим иногда очень кустарным, но своим авторским. Всегда кустарным. Всегда авторским. Да, да. Так Агамер, он же тоже кустарь? Пушкин. Ну, конечно. Зорин. Кустарь, конечно. Ну, всякий творец кустарь. О! Начиная с самого создателя. Конечно. И он кустарь. Но за последние 15 лет в Польше появилась партия атеистов, антиклирикальная. Она даже прошла в парламент. Количество немцев, которые каждый год подают заявление, пишут заявление на выход из церкви, потому что там от рождения каждого вписывают. Да, да. Где-то 50-70 тысяч ежегодно выбывают. Да, выбывают их. Вымывают. Праздничное настроение, я вас уверяю, 50% как минимум – это люди, которые о Христе не думают. Селезского ангела никогда не читали и Мецкевича не помнят. И польский атеист, он тоже радуется во время Рождества, потому что это праздник семьи. Опять вы взяли среднестатистическое. Польский атеист, да. Польский атеист, пока еще существо, статистика его не может поймать, их слишком мало. Выборы ловят. Но ведь даже нет там Рождества, строго говоря. Есть Крисмас, праздник. Крисмас. Ну, Крисмас, что это такое? Там в центре елка. Но спаситель под елкой не лежал. Вы знаете, вы правы, что в Германии такой отток от церкви. Я думаю, что это какое-то общее. У вас ведь, вы внесли посильный вклад в то, чтобы остановить этот процесс, отправив дочь в Германию. Не отправлял, я ни в коем случае ее. Просто ее муж живет в Германии, и она просто поехала к своему мужу. Но вы не удержали. А как, зачем я ее буду удерживать? Они же самостоятельные люди. Запад – страна тьмы. Ну, я бы не сказал, чтобы вы понимаете, что Запад – страна тьмы. Отток верующих? А? Отток верующих. Ну, дело в том, что церковь-то едина. Вселенская церковь едина. Поэтому отток, я не могу сказать, что это отток. Здесь отток, там приток. Потом там тоже есть православная церковь, кстати говоря. Вот, но вот это вот очень такой важный, конечно, процесс. Нет, они думают, понимаете. Они, конечно, отошли от церкви, но все-таки они Рождество переживают. Переживают. Это я наблюдал просто. Ну, конечно, они Священное Писание, может быть, не читают так регулярно. Но я думаю, что это общий процесс, понимаете, христианский во всем мире. Так, может быть, это позитивный процесс, потому что вот Рождество, который, вот как оно сформировалось, вот то, которое мы знаем, о котором мы с вами говорим, западное, оно сформировалось, я думаю, в основном в немецкоязычных регионах северных. Они были более продвинуты, чем Италия уже в 16-17 веках. И вот все те обычаи, которые у нас ассоциируются с Рождеством, Санта-Клаус, елка и подарки, это Голландия, Бельгия и Германия 16-17 веков. И Санта-Клаус нарисован в таком виде в конце 19 века в Америке, но нарисован в традиции немцев, которые эмигрировали из Германии в Америку в поисках лучшей доли. Так ведь это довольно странная фигура, этот Санта-Клаус. Во-первых, он появлялся изначально вместе с чертом, вместе с сатаной. Был черный при нем негр, который наказывал детей провинившихся. В России была одно время очень популярна, и это хорошая книжка, «Серебряные коньки». И там как раз описывается празднество Рождества в нормальной голландской семье 18 века. Вот хорошему ребенку с хорошими оценками, хорошим поведением, вот тебе в носок Санта-Клаус кладет подарки, вот о плохому ребенку полагаются розги. Кстати, замечательная новелла Николая Семеновича Лескова, где он вспоминает свои детские годы, как однажды он под Рождество гостил у дяди очень богатого и предвкушал, какие будут подарки, а вместо этого открывает глаза и видит, над его детской лет 10 кроваткой висит золотой ангел, роскошный. И к рукам у него привязаны розги, и его выпороли. И дядя сказал, это чтобы ты не рассчитывал, что в жизни тебе будет легко. Вот это очень по-российски, я бы сказал. То есть оказывается, что Запад из двух традиций Рождества, наказывания и поощрения, оставляет только поощрения. Ты можешь прожить год скверно, все равно ты заслужил поздравления, радости, света. А Россия, извините, если я не прав, поправьте, из этих двух традиций оставляет одно – наказание. Может быть, ты не виноват, но лучше тебя встревожить поркой, чтобы ты помнил, что мир холодный, тёмный, свет светит очень слабо во тьме, и что надо быть, ну, вот сами скажете. Я думаю, что это провинциально, понимаете, наказание. Ведь есть такая пословица – учи чада, пока она поперёк лавки лежит. Ребёнка надо пороть, пока поперёк лавки укладывается. То есть здесь очень много, конечно, таких национальных, природных, бунтовских в характере человека. И чтобы их пригасить заранее, вот, значит, я думаю, наказание. А у западных людей нету бунтовского? Ну, всё-таки, понимаете, они оккультурены раньше. Они раньше оккультурены, а что? Кто их оккультурен? Как? Кто? Все сопротивлялись этому Рождеству, и церковь сопротивлялась. Они, если что-то сделали, то исключительно сами. Но дело в том, что всё-таки, что не говорить, а дороги-то Рим проложил на запад раньше, чем в России вообще не прикладывали до Киева. Я не буду спорить, но эти дороги римские, Александр Иванович, я вам даю справку, как историк, они не использовались торговцами и учителями. Римские дороги, они прокладывались для армии. И в этом смысле очень напоминали российские дороги. Нет, во-первых, не напоминали, и не напоминают сейчас, а во-вторых, по ним, они для армии действительно прокладывались, но по ним пошли проповедники, апостолы. Так апостолы контрабандой шли. Это не важно, как они шли. Не, ну что мы будем спорить? Боже мой, первый печатник Библии Гутенберг. Доброгорский по-нашему. Понимаете, он всё-таки Библию издал несколько раньше, чем мы. Он издал Библию примерно на полтора века раньше, чем она вышла впервые печатная. Но, во-первых, это не очень много. Во-вторых, я вам скажу, сейчас Россия завалена Библией. Это что, читать-то не умеют? Ой. Нужно научить читать. Ленин научил нас читать только газеты, чтобы законы исполнять. А это между строк. Да, между строк. Понимаете, читать не научились. Не научились читать. И как вы представляете себе процесс научения взрослого человека чтению Библии? Ну, конечно, не ликбезом. Не ликбезом только. А как? Понимаете, но это комплекс всё-таки воспитательных средств. Со взрослыми людьми воспитательные средства? А почему бы и нет? А почему? Крестятся же у нас в России люди зрелые и даже очень зрелые. Крестятся. И каждый раз трепещешь. Не поедет ли он теперь в Донецк или в Луганск с православными лозунгами? Это от вас зависит, между прочим, отчасти. Да, от того, кто крестит. А свобода человека? А свобода человека вписывается в проповедь, понимаете? Священник не может не покрестить. Если человек пришёл, заявил о своей вере, конечно, священник покрестит. А священник кого спрашивает? Скажи, прочитай мне символ веры. Он прочтёт, он проходит в школу. Но священник не имеет права и не должен говорить о политике во время катехизации. Не должен, конечно, я согласен. Значит, прочтёт всё, крестится и поедет воевать за Святую Русь. Понятно, понятно. Ну, я говорю, в комплексе, понимаете? Может быть, этот священник, мы думаем, кроме священника, должна быть среда, в которой этот человек воспитывается. Правда? Должно быть всё-таки чтение, писание тоже очень важно. Вот. Ну, и в конце концов, таинство, от которого он не бережёт. Хорошо, Александр Иванович, продолжу пытку дальше. Да. Вы ведь поехали в Польшу, поедете в Германию к дочке. А как на вас смотрели, как на русского человека? Я помню в одной социальной сети возмущённый текст одного православного прихожанина московского храма, прямо в центре Москвы, напротив мэрии, который пишет, что такое десятки лет, два десятка лет, я ездил во Францию, в Германию, к знакомым, они меня принимали, оплачивали дорогу, а в этом году все наотрез отказались, говорят, Украина, на вас как смотрели? Нет, слушайте, во-первых, конечно, никакое... Зачем ему не оплачивать дорогу? Ну, я, в общем-то, туда приехал совсем не за деньгами, понимаете. Потом смотрели сочувственно, сочувственно смотрели. Да, потому что они прекрасно понимают наше положение, хотя бы поляки. Немцы меньше, прекрасно понимают наше положение, вот, и... А почему немцы меньше? Немцы под Гитлером разве не были, как вы сейчас, под другими какими-то силами? Ну, вот, в частности, у меня там один немец задал вопрос за столом, так, в общем, что... И почему это у русских, у вас все никак не получается, все шиворот на выворот? Я надеюсь, вы ему сказали? Нет. А с венцем, а с венцем? Нет, дело в том, что, если ему сказать, то надо прочитать лекцию большую, не одну, об истории России. Да не надо ему про историю России, про историю Германии лекции. А вот поляк так не скажет, поляк так не скажет, потому что он понимает, к чему проблема-то. А немцы уже забыли? Я думаю, что немцы и не знали, понимаете, нет, то, что происходит у нас и что происходит... Нет, что происходит в душе человеческой. Ну, так ведь и разные же души-то, ментальность разная, вдруг мы... История германского, немецкого христианства начинается с того же, с чего и Украина русская история, скажем так. Так, крещение Руси князем Владимиром, огнем и мечом в Новгороде, и не только, понеже благочестию его, со властью сопряжено. Но жертв, видимо, было немного, потому что летописец не сообщает о каких-то существенных... Ну, он вообще не говорит о том, чтобы кого-то убили. Грозили, но не убили. История немецкого христианства начинается с геноцида, с истребления саксов. Это погибло, видимо, где-то около 30-40 тысяч человек. Карл Великий приказал вырезать настоящий закон, писанный закон, что кто не крестится, подлежит смерти. Князь Владимир таких все-таки не издавал. И в этом смысле я не вижу, что у них такого уж другого. Вы, наверное, знаете прекрасного художника Брейгеля, да? Я знаю даже, что был младший, а был старший. Нет, старший. Младший был копиист старшего. Да, это был его сын. Делал гениальные совершенно копии, которые неотличимы совершенно от оригинала. И вот только недавно ученые стали как-то их различать. Но я вам хочу сказать, что в то время, когда он писал эти свои праздничные, такие народные гуляния, страна эта называлась живодерней. Потому что там тоже шел герцог Альба и вырезал всех подряд, которые... Ну и что? Но оставались... Но Библия уже приходила туда контрабандой. Ее читали подпольно, как бы мы сейчас сказали. Ее читали в лесах. Уже проповедники были, которые проповедовали настоящее слово. Понимаете? То есть там все-таки Христос родился раньше. Вот что я хочу сказать. Раньше и глубже он проник в сегодняшнюю жизнь там. А вот что касается того, что немцы уходят из церкви, так ведь и у нас тоже немногие приходят в церковь. Понимаете? Уходить не от чего. Это общий процесс. Простите, я закончу. Я думаю, что церковь во всем мире, христианская церковь, она как-то меняет или должна менять свои отношения с миром. Язык другой должен быть. Другой язык. Понимаете? Я вспоминаю князя Волконского, внука декабриста, который писал, вспоминая о своем детстве, что когда приходил священник, то мы все замирали. Мы не только замирали, мы оледеневали. Понимаете? Потому что это была совершенно другая природа вообще-то. А они молчали. То есть два разных мира. Так они, небось, по-русски не очень понимали? Волконский, французский язык? Они понимали по-русски. Прекрасно он был смотрителем императорских театров. Текст богослужения, смотрителем императорских театров и церковнославянский язык. Нет. Почему? Ну, дело в том, что в быту священника нет. Просто это реакция. Такова реакция на священство. Понимаете? Такая реакция на церковь. И я думаю, что с тех пор у нас меньше. Понимаете? Там все-таки мобильности больше на Западе. Там реагируют люди довольно так быстро. Почти, да. А у нас нет. Поэтому все-таки это общее состояние христианской церкви, которая должна менять язык. И, скажем, Папа об этом же говорит. Сегодняшний Папа об этом говорит. Вот так. Ну, а куда его... Я возражаю. Да. Потому что... Вы православный священник? Нет, я не поэтому возражаю. Я возражаю, потому что... Мы говорим о Рождестве. Христос рождается в душе. Да. То, как вы это описываете, мне напоминает марксизм только в православии, в христианстве. Спасибо. Я человек грубый. Вот. То есть все зависит от среды. Вот у них раньше вырезали саксов, чем у нас славян. У них дольше читают... Нет, это вы меня зря. Зря вы меня так гнобить-то. Про среду. Ничего им случая. Понимаете? Я сам в среде родился. И вовсе всегда я сопротивлялся. Понимаете? Нет. Ничего подобного. Христос в личность приходит. Понимаете? Они в общество. В личность. Вот. И эта личность способна общество изменить. Вот. Вот в чем дело-то. Так чего же тогда вы повторяете эту дешевую, я бы сказал, концепцию про то, что вот английский газон 300 лет надо стричь, значит и Русь надо... Нет, батюшка, а без общества все-таки тоже трудно. Понимаете? Без среды. Без среды. Родственной среды. Ведь я живу не только в семье. Я живу в общине. Одну минуточку. Я живу в церкви своей. Я живу во вселенской церкви. Понимаете? Вот. И это все моя среда. Так. Теперь напомните мне. Кто сказал, оставит человек отца своего и матерь свою и следует за мною? Ну, а при этом он все-таки жил у Петра и вылечил его жену, вот, и потом... Тещу. Тещу, да, прошу прощения. Подвиг милосердия. Нет. Ну, все-таки у него не было таких антагонистических взглядов на семью. Это сказано. Зачем тогда это сказано? Смотрите, Рождество и семейственность. Ну, затем, чтобы сфокусировать ценности. Понимаете, что ценность, прежде всего, ценность... Если в семье нет ценности Бога, Иисуса, то семья механически словно. Да. Ну, я, может быть, не очень точно выражаюсь. Это мне напоминает дивный фильм по сценарию Горина про Барон Мюнхгаузена, где священник говорит, что для размножения там надо обвенчаться, на что Барон Мюнхгаузен отвечает, что для размножения нужно совсем другое. Вот. Но обвенчаться тоже не помешает. Конечно, церковь настаивает на венчании. Но если уж говорить так между нами, как говорит тот же ваш любимый, я так чувствую, Папа Римский, в современном мире, если уж говорить о новом языке, то слово венчание я бы советовал из этого языка малость вычеркнуть. Потому что... Слово или таинство? Я говорю про новый язык. Я скажу так, таинство может совершиться помимо языка. Где любовь, там и таинство. Согласен. А когда, извините меня, картина «Неравный брак», и в современной России, я думаю, браков по расчету в разы больше, чем четверть века назад, но главное в другом. Главное, то, что вы сейчас сказали, я просто глубоко возмущен, что если Бога в семье нет, то семья не настоящая механическая. Нет, она может быть и настоящая, но она, в конце концов, очень подвержена всяким опасностям. Александр Иванович, а то верующая семья не подвержена... Она подвержена, но в ней потенции крепости более... Слово «потенции» в этом контексте вообще не очень уместно. Ну, вы же знаете, скажем, приход того же отца Александра Мелия. Ну и что? Вы знаете процент разводов? Можете сообразить? А вы не можете тоже сказать. Там никто не считал этот процент. Потому что это было бесчетное. Ну, мы с вами... Нет. Ну, все время кто-то... Ну, 3-4... Ну, ну, сейчас будем перейти. 3-4? Да. Ну, все равно слишком много. А? Да нет, ну, огромное количество. Я думаю, что не меньше, чем в неверующих кругах. Это трагедия. Это ужасно. Дело в том, что... Что мы говорим о приходится Александра? Я к чему это говорю? Когда я вижу... Я знаю множество невенчанных и незарегистрированных семей... Да. Ведь сейчас и в России, как и на Западе, не то что... Большевики на это рассчитывали, что... Не регистрируются. Да. И эти нерегистрированные браки прочнее, чем регистрированные. Так это, может быть, отвечает какому-то движению внутри человеческой жизни. Что форма в какой-то момент может забить содержание. Да. В конце концов, вот вспомним рассказ о Рождестве, евангельский. Там ведь драма, трагедия, потому что речь идет о смерти, начинается, извините, с указа о переписи. И с того, что святое семейство вынуждено на сносях двигаться в совершенно другой регион, они там, говоря современным российским языком, прописаны, зарегистрированы. И в результате вынуждены на рожать в клюву. Так вот это вот римское желание всех учесть, чтобы обложить налогом, это нормально? Нормально. Нормально. И, между прочим, беременные женщины тоже советуют ходить побольше. О, Александр Иванович, вот сейчас я пожалел, что в этот раз вы без жены. Потому что ходить побольше одно, а на сносях ехать. На сносях тоже. Мама моя родила меня в тот самый страшный момент, когда немец почти поступил к Москве. И народ двинулся вообще-то из Москвы. И она на сносях прошла до самого Александра. И родила меня очень быстро. Мгновенно почти. Вот здесь, мне кажется, какая-то огромная разница между западом и востоком России и Германией. И Польшей. Потому что русский человек чуть что вспоминает, как это во время войны, в катастрофу. Никто не болел, насморком не было. Все болели. Психически, кстати. Насморков не было, простуд не было. Значит, можем. А западный человек вспоминает, что можно и в нормальное это время нормально жить и не болеть. Ну, конечно. То есть, разные системы координат. Нет, я просто привел пример того, что роженец-то как раз предлагается в движении и так далее. Вы оправдываете кесаре Тиберия и, в общем, даже убиение вафлеемских младенцев. Ой-ой-ой. Не убежали. Роженец. Ну, что же мне после этого делать, как вы меня пригвоздили-то? Я шучу. Но если серьезно, если серьезно. Александр Иванович, давайте разделим две части между Рождеством. Я думаю, что русский человек скажет так. Пускай на Западе вся эта мистика. Христос рождается в душе и так далее. Крепкая семья. Освященная и прочее. Но они во Христе не рождаются. А вы, вот со своим опытом, вот чем образ? Это же все метафоры. Это только метафоры. Что все метафоры? Вот выражение «родиться во Христе» и выражение «Христос родился во мне». В чем родиться? Как же это метафора, когда это самое натуральное, мистическое совершенно чувство, которое поселяется у меня в душе? Потому что, если говорить буквально, то я вспоминаю, как мне жена сообщала, что роды – это если тебе засунут в одно место зонтик сложный, и будут его скрывать. А, я не про роды говорю, я говорю о рождении Христа в душе человека. А что такое рождение Христа? Это роды? Бог рожает внутри нас. Ну, конечно, мы переживаем. Мы не переживаем. У нас целая ломка, вообще-то, нашего, наверняка, ну, хотел сказать, организма. Ну, правильно, но у всех она по-разному происходит. У меня, например, было связано с большим количеством всяких переживаний и так далее, и так далее. Я думаю, что если в человеке это всё проходит незаметно, так сказать, и безболезненно, то, может быть, даже и сомнительно, что там что-нибудь родилось. Опять вот эта российская штука. Не больно, значит, не по-настоящему. Вот тебе розовок, розги, розги, и помни, вот боль – лучшее лекарство. Современная медицина, кстати говоря, отрицает вообще всякие-то средства настинирующие природных пускай. Дайте мне адреса этой современной медицины, я буду обходить эти адреса, когда пойду выбираться. Вот тогда я сказал бы так, что разница между Рождеством 7 января и Рождеством 25 декабря – это разница между прошлым и настоящим. Потому что то, как вы описываете, это и есть Европа, Западная Европа, эпохи, когда ещё Руси не было и Украины не было. Всё первое тысячелетие Европа, кстати, вместе, и католики, и православные, на этом уровне различий не было. Они праздновали Рождество именно как рождение. – В день солнцестояния. – В день солнцестояния. – Это тоже важно. – Как рождение, вот эта мистика, нового рождения, духовного рождения, произносились проповеди. И это вот был один поток. И это было христианство очень садистское или садомазохистское. Боль, самобичевание, долгий пост, пожалуйста, и так далее. И вот это законсервировалось в России. Но с тех пор на Западе произошло изменение. И многие считают, что с тех пор они и попортились. Вот 15-й, 16-й век, Ренессанс, капитализм. – Попортились, вы сказали? – Попортились. Многие так считают, что тут драма западного христианства. Они уже иконы не рисуют как надо. – Неправда. – Неправда. – Они берут православные иконы. И очень часто. – Православные иконы – это то же самое, что западная живопись до 15-го века. – Здравствуйте, пожалуйста. Современный иконописец, Новосельский, есть гениальный совершенно иконохудожник, гениальный художник. – Польский. – Польский. – Он православный человек. И многие храмы католические заказывали ему иконы, он расписывал их. – Это мода у католиков и у некоторых протестантов на их собственное прошлое. Это ретро. – А зачем там икона не нужна? Там вообще икона – это другой язык. Он нам присутствует. – Согласно. Ну, что значит нам? Пятый век, икона Рождества, она одна. И в Константинополе, и в Риме. Разница, которая была тогда и остается по сей день, даже когда заказывают икону, католик, православный, что там не целуют икону, не прикасаются. Вот этого жеста не делают, он чужд их психологии. Но я о другом. И современный Запад, к сожалению, современное христианство, отчасти трагедия-то в том, вот какие западные священники едут в Россию. Те, которых на Западе уже не слушают. Те, которые обличают Запад в грехах. В том, что это культура смерти, цивилизация абортов, эвтаназии и презрения к жизни. А вот в России сохранились. – Это зря. – И едут сюда. – Это зря. Во-первых, они… – Это не я, это они обличают. Я цитирую. – Ну да. – То есть, я имею в виду, что трагедия в том, что часто вот за последние 25 лет религиозной свободы русские оказывались, прежде всего, объектом западных реакционеров, тех западных христиан, которые не принимают современного Запада. Видят в христианстве убежище от настоящего. – Да не, милый мой. Я знаю очень многих священников, которые ни в коем случае не убегали от себя, а просто хотели помочь России. – Такие тоже есть. – Вот и таких большинство. Я сейчас знаю одного священника, поляка, который трудится, вот ему уже 80 лет, а он пашет и пашет здесь. И у него очень большой приход. Не буду называть, где он находится. Да. Очень большой приход. Понимаете? И вовсе он не таких критических взглядов на свою родину и на запад, как вы сейчас обрисовали. Нет. – А вот когда римский папа выступал, в Европарламенте… – Да, вот когда римский. – Да, то он вот сказал, в общем, практически все то, что я перечислил как признаки реакционного сознания. Про цивилизацию смерти, аборты, эвтаназию и так далее. – Ну и что ж, это замечательно. Нашим бы получится такой открытости. Вот. – Этому наши и без папы умеют. Вот это обличение Запада было у славянофилов, которые папа при этом обличали. – Но ведь он обличал не Восток, а Запад, возглавие которого он поставлен. – Да. – Он обличал как бы… он и обличал, и просвещал свой мир. На это он имеет полное… Папа, я думаю, считает, что его мир на Бресте не заканчивается, и он прав в этом смысле. Это действительно единая церковь. Но я говорю о разнице культур, о разнице о сосуществовании на Западе современного христианства, открытого, доброжелательного и к геям, и к лесбиянкам. И памятник Божией Матери в виде 13-летней беременной девочки поставили, чтобы не гнобили беременных подростков, относились к ним с уважением, с пониманием и с сочувствием, и не пугали их, чтобы они рожали, а не делали аборты. Есть вот такое западное христианство, но есть и другое западное христианство. Оно возможно в меньшинстве. И папа Ратцингер ощущал себя в меньшинстве, и этот папа, как видно, тоже в меньшинстве по отношению к собратьям по вере. Но это руководящее меньшинство. – Руководящее, согласен. – Но это же драма, не трагития. – Ну, конечно, драма, Боже мой. Ну, а разве Христос родился в мир, вообще-то, идеальный? – Он родился в мир, где первосвященники тоже были, драматические персонажи. – Да, да, да. И драма эта продолжается. Я думаю, что драма, она будет продолжаться до... – Ой. – Да, конечно, по-моему. – Ну, ладно. – Ну, а что, Боже мой? Да вы сами-то лучше меня знаете. – Ну, почему в Америке можно пожить без этой драмы? Там и православные католики, и протестанты живут, и все-таки акционеров там мало? – Нет, нет. Я думаю, что настоящая вера, она без драмы не живет. Не живет без драмы, понимаете? Человек, который умеет отличать добро от зла, вот, и он видит, что мир-то во зле, вот, и для него... А индифферентный, так сказать, для которого что право, что лево, что добро, что зло, вот, он... – Ну, зачем же крайности? То, как вы описываете, ну, я скажу так, вот есть евангельская концепция страдания, есть Господь, который говорит, возьми свой крест, иди за мной, в мире будете иметь скорбь, и так далее. А есть дивный мультфильм «Страна невыученных уроков», где, как вы помните, один главный персонаж, двоечник, спрашивает, отправляясь в эту дивную страну приключений, а будут трудности, будут опасности? И ему волшебник, значит, бодро говорит, будут тебе и трудности, будут тебе и опасности. Так вот, Евангелие и садомазохизм – это все-таки разные все. – В мире будете иметь скорбь, но ужайтесь, я победил мир. Вот эта победа мира рождается вместе с Христом в душе человека, если он по-настоящему переживает это рождение. – Чудно. Тогда в чем разница между миром, о котором Господь говорит, что не любите мира и того, что в мире, и тем миром, о котором сказано, что Господь спас мир, и все народы придут и поклонятся, и что в доме отца моего обителей много, потому что, я так понимаю, что на Западе, когда празднуют Рождество, все-таки радуются, то радуются вот этому миру. – Да, конечно. – Вот. – Так любим мы мир или ненавидим? – Я думаю, что любим, но зло в мире ненавидим. – Это все равно, что смотреть в зеркало, но при этом не смотреть в стекло, а вот смотреть только на амальгаму. Можно ли отделить… – Неправда, неправда. Но отделить можно, каждый отделяет для себя, понимаете. Я думаю, что каждый грамотный человек, ну, духовно грамотный человек, зло, конечно, отделяет. И даже сиюминутное зло отделяет. – Сиюминутное? А что такое сиюминутное зло? – Ну, когда в разговоре с человеком, с кем-то он говорит, он может понять, каких он настроений, что он вообще думает, и как с ним… Он может понять его язык и на этом языке с ним разговаривать. – О, чудно! Тогда зачем переводить Библию на другой язык? Зачем тебе еще какой-то новый язык? Нет, это тот же самый вопрос. – Подождите, когда я заговорил о новом языке, то я вовсе не имел перевод в виду. Ну, понимаете, человечество еще говорит на разных языках. И вряд ли когда-нибудь какой-то гигантский эсперанто вообще-то появится. – Да. – Да, вовсе нет. Поэтому, конечно же, язык связан глубоко с природой, с ментальностью, с национальной и так далее, и так далее. Поэтому перевод важен. И адаптация в этих параметрах национальных Иисуса, Его слова, она чрезвычайно важна. Она немножко по-другому может пониматься, понимаете, как… Да. Вот. И я думаю, что переводы… И, кстати говоря, переводы-то совершенствуются. Только в нашей стране, к сожалению, 150 лет тому назад, или даже больше того, почти 200 лет тому назад, в 69-й год, в 67-й, переведен этот канонический текст. – Переведен он, положим, еще в 30-е при Николай Павловиче. – Кто это? – Издан после освобождения крестьян. – Ну, да. Ну, не весь. – Нет. После освобождения крестьян издан целиком. – А, в 62-м году? – Да. – Да, в 62-м году. Ну, вот. А на Западе это постоянный процесс. Постоянный, постоянный, постоянный процесс. Вот. И Библия все доступнее и доступнее. – Вот пахнет от вас отцом Александром Менем. Я не могу сказать, что мне это нравится в данном случае. Потому что отец Александр Мене любил Библию. – Да. – Написал библиологический словарь. Пересказал все священное писание там про пророков и так далее. Ну, я думаю, что большинство русских святых и греческих святых, и болгарских святых, и итальянских святых не читали Библию. Он, митрополит Филипп, однажды в церкви услыхал одну фразу и обратился. Все. А там в Евангелии митрополит Филипп Колычев, святой митрополит, которого Малюта Скуратов разъяснил. – Ну, может быть. – Вот. – Вы понимаете? – Библия не читали. – Не читали. – Ну, не случайно. – А Митр прочел. – Так называемые жидовствующие пришли, так называемые жидовствующие пришли, принесли Библию, чтобы мы почитали ее. – Неправда ваша, Александр Иванович. Во-первых, жидовствующих не было. – Ну, я понимаю. – Они были выдуманы. – Они были выдуманы. Во-вторых, если уж кто принес Библию, то это Владыки Геннадий Гонозов, Новгородский, который жидовствующих-то и придумал. – Нет, нет, я употребил это общеупотребительное слово. На самом деле это люди, иудеи, которые принесли Ветхий Завет нам почитать. – Да и их не было. Ветхий Завет в конце 15 века. Все эти рассказы про Жидасхарию, который якобы из Крыма приехал, это выдумки Иосифа Волосова и архиепископа Новгородского Геннадия. Реально, именно архиепископ Геннадиус организовал огромный труд по переводу священного писания при помощи католического монаха. И перевел. И что, в коне корм был? – Согласитесь, что все-таки Христос родился в иудейской среде, и что он все-таки пришел закон-то не нарушить, правда, а исполнить. – А при чем тут Библия? – А закон-то в Библии? – Не совсем. – А не совсем наше действие. – Время спасителя еще кодекса, вот Библии, как мы сейчас говорим, не было только в конце первого века. – Хорошо, но заповеди были? – Заповеди были. – А это и есть закон, главный закон. – А, то есть, о, хорошо, это уже отрадно. – То есть, не надо читать 800 страниц угодистого текста? – Надо читать, потому что закон повсюду, там, во всех этих 800 страницах, и у пророков, и у истории, и так далее, и так далее, и в бытие, и так далее, и так далее. – Ну, хорошо, тогда я скажу так, библейское общество есть, в Библии есть уже истинный перевод, и в местах некоторые книги очень плохие. – Да, я его читаю, да. – А мира нет? – Ну, так ведь я повторю еще свою мысль, что мир приходит в процессе очень продолжительном, сравнимом, по-моему, с геологией. – С геологией, вы это сказали, теперь мой вопрос. – Да, да. – Молодой человек, учился в консерватории, неплохой скрипач, обратился к Богу, стал священником, богословом, прочел Библию, как нам с вами не снилось вдоль и поперек, стал архиепископом, и, видимо, может быть, станет потом когда-нибудь патриархом, вот. И когда он выступает в Совете Европы, он выступает с проповедями о том, что Крым наш, и куда все это знание Библии, к какому коту под какой хвост, я это к чему? Все к тому же, Рождество, что нужно? Вот вы говорите Библия, а, по-моему, для рождения спасителя в душе нужно что-то совсем другое. – И другое тоже, но без Библии никуда. – И другое тоже – радость, расположение к человеку. – Хорошо, тогда в заключение, давайте я так сформулирую вопрос. – Жалко, что я не взял свою книжку, я бы прочитал, у меня много стихотворений, стихов о Рождестве. – Промыслительно, вы их читали у нас на радио, а теперь лучше скажите, более актуально насущные. – Да. – 25 декабря, когда я знаю, что многие московские не католики, но все равно будут отмечать Рождество, за кампанию. 7 января, ну, посередине еще 31 декабря. Вот вы бы как сказали? Нарушать пост, радоваться католическому Рождеству, отмечать с близкими, неверующими, Новый год, а может быть и с верующими, или пост, так пост до протокола. – Не, ну я вообще-то противник такого палочного поста, понимаете. Я как вот митрополит Филипп, он говорил, что если приходите в какой-то дом, и там не постятся, то вы тоже вообще кушаете скоромное. Вот, но дело в том, что я, ну просто за недостатком времени не отмечаю 25 декабря. А вообще-то, если есть время, то я в костел, конечно, хожу. Хожу. – Говорил Александр Иванович Зорин, наш сегодняшний, как выяснилось, очень экуменический гость. А я в заключение могу только пожелать слушателям, как вот есть Брейгель старший и Брейгель младший, который его в точности копировал. Ну, Рождество Христово в душе, или мы во Христе – это дело высокое. Но давайте так, Христос пусть будет старший, а мы будем младшими, и уж так копировать, чтобы разницу было нельзя заметить. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был Александр Иванович Зорин, в его программу «Яков Кротов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова